зеленую ракету там запустите как опять всех соберем все не все обычно так на паре когда у нас была дистанционная проверял все вроде кто работает кто не работает потому что если студент просто один раз включил а потом пошел там своими делами заниматься то он естественно просто просыпает момент когда кончилась презентация и потом долго долго заходит так ну уж у нас заочное отделение тут как говорится хотите присутствуйте ходить не присутствуете продолжаем итак разобрались что это за играет роль ограничительного сопротивления защищает питающий трансформатор от короткого замыкания при нахождении поезда прямо на этом конце вся вот эта аппаратура находится где путевом ящике который ставится рядом с рельсовой цепи далее смотрите какая необычная штука у нас сами у нас какой-то дроссель трансформатор стоит но почему-то от него только подключена только основная обмотка а вот дополнительная никуда не подключена дело в том что для пропуска может быть тяговый ток а у нас нет из-за стыков куда ты его собрался пропускать из-за стыков нет поэтому тяговый ток и так спокойно пройдет по рельсам здесь немножко назначение другое поэтому от назначения дт которые были у нас до этого три штуки были какие-то пропуск в обход из-за стыков это был повышение напряжения сигнального тока на релейном конце и понижение напряжения сигнального тока на питающем конце было еще третье которая звучала как уменьшение асимметрии тягового тока вот собственно для этого здесь и остаются дроссель трансформаторы ставить их большом количестве здесь не нужно они там ставятся через определенный километраж если памятник не изменяют порядка через каждые пять километров что ли одна штучка ставится и они позволяют что сделать если из-за неравенства сопротивления рельсовых плетей или из-за неравенства сопротивления между рельсом и землей у различных рельсовых плетей разница будет тогда у нас с вами накопленная вот эта асимметрия она не будет скапливаться постоянно что у нас произойдет как только вот через дроссель дроссель мы воткнули это к чему у нас будет у нас асимметрия благополучно сойдется вместе да и опять как бы пополам ток разделится то есть благодаря вот этим дроссель трансформатором который мы включаем через каждые пять километров мы выравниваем выравниваем тяговый ток и снижаем влияние тягового тока на рельсовой цепи осталось всего одно назначение дросселя ну и наконец мы сами докатились до ралейного конца вот ралейный конец на этом ралейном конце абсолютно точно такая же аппаратура стоит это у нас резисторы rz это автоматический выключатель это питающий трансформатор который не питающий путевой который в данном случае играет роль какого ралейного то есть он сигнальный ток не понижает а повышает в 38 раз снова элемент защиты разрядник либо выравниватель далее снова видим конденсатор который здесь включен который обеспечивает подключение сигнала lsn ну а дальше необычное у нас с вами в тональных рельсовых цепях не только есть такая штука что питающий конец на две рельсовые цепи питания раздает но у нас еще и в одном месте двумя проводами к рельсам подключаются сразу два ралейных конца слева и справа от точки подключения в данном случае вот как раз нас такое место и показано что сейчас с одной стороны у нас приемник vp 9 8 с другой vp 11 12 в этом частота очевидно будет какая 480 герц и модулирующая 8 в этом 580 герц и модулирующая 12 сигнал по ним к ним поступает по одним и тем же проводам причем сигнал поступает как вот так вот будет проходить через два приемника оббегать их дальше внутри каждого приемника есть входной фильтр который будет отсеивать все что лишнее для него например после входного фильтра у нас сами что должно отсеяться вот на выходе входного фильтра pp 98 уже не будет сигнала 580 дробь 12 потому что не несущая не соответствует не модулирующая не соответствует то есть такой сигнал просто отсеется и так что делает приемник он отсеивает сигналы у которых несущая или модулирующая частоты не соответствует настройки этого приемника приемники у нас никак не настраиваются на самом деле они настроены единожды каждый приемник умеет воспринимать только свою собственно несущую только свою собственную модулирующую частоты поэтому их существует сколько типов 10 в отличие от генераторов которых всего два типа существует gp3 8 9 11 как я вам говорю gp3 11 ну там могу ошибиться 14 15 мне кажется но могу здесь ошибаться частотами по памяти номера не помню так дальше значит что приемник если у нас с вами действительно совпали настройки что делает на выходе этого приемника появляется напряжение от которого срабатывает путевое реле путевым реле в тональных рельсовых цепях у нас являются реле а н ш ну и что еще здесь можно было подсказать что и генератор и приемник это устройство активные им для работы нужно питание в качестве этого питания у нас используется переменное напряжение 35 вольт для генератора и для приемника 17 половиной вольт напряжение подается на приемники для того чтобы они работали ну собственно я рассказал вам рельсовую цепь тональную как она работает как она назначение элементов всех здесь которые присутствовали как передается апплитудно модулированный сигнал от питающего конца к релейному рассказал как здесь обеспечивается кодирование зависимости от положения поезда ну и чё там по часам самое время пивнуть кофейку сделать паузу давайте передохнем маленько и чуть позже на шестую пару соберемся где-нибудь 505 подходит нормально так что там у нас где остановить записи